Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Карачаева Черкесия» онлайн и в студии ее ведущие Екатерина Иванова и Зураб Джандаров. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет «Карачаева Черкесия» сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Ну и начнем мы нашу передачу по традиции с краткого дайджеста новостей к этому часу. Добрый день, дорогие телезрители! Это образование позволит продлить на три месяца горнолыжный сезон на курорте. Сейчас он обычно открывается в декабре и заканчивается в марте. Инвестиционный проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Он также предусматривает строительство гостиничных комплексов, новой канатной дороги и горнолыжных трасс. Туристический комплекс «Медовые водопады» за 9 месяцев посетили более 80 тысяч человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего по итогам 2018 ожидается, что посещаемость туркомплекса увеличится на 15-20%. В прошлом году он принял свыше 90 тысяч туристов. В частности, росту турпотока будет способствовать открытию новой современной автомобильной дороги. Ранее к «Медовым водопадам» вела гравийная дорога. Новая трасса протяженностью 7,5 километров построена в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. Руководство комплекса сейчас также совершенствует и расширяет номерной фон, реализует инвестпроект по строительству этнографического комплекса «Алан Шахар», что тоже позволит повысить посещаемость туристического комплекса. Арендаторы не имеют права взымать сборы с туристов за проход к плату Бермамыт в Карачаево-Черкесии. Такое решение приняла комиссия по урегулированию земельных и имущественных отношений райадминистрации. Ранее в социальных сетях и СМИ появились возмущенные сообщения людей, которые рассказывали, что некий предприниматель арендовал местные пастбища, установил забор и начал взымать по 100 рублей с каждого, кто хотел подняться на Бермамыт. На проблему обратили внимание местные власти, которые однозначно запретили подобную практику. Физические и юридические лица не вправе самостоятельно устанавливать экологический или другой сбор с туристов на арендуемом участке. С доводами комиссии директор согласился и обязался прекратить сбор с отдыхающих. В Черкесске состоялся региональный этап всероссийской акции по футболу «Уличный Красава», где приняли участие 9 команд из различных районов и городов республики. Данный турнир является разновидностью мини-футбола. В каждой команде принимают участие по 7 человек. В свою очередь команды были разделены на две возрастные группы. В частности, в первую группу вошли команды с игроками 14-15 лет, во вторую команду вошли ребята с 16-17 лет. По итогам турнира в младшей группе победу одержала команда из Абазинского района. Второе место заняла команда города Черкесск и третье место разделили команды из Ногайского и Карачайского районов. В старшей возрастной группе победила команда из Ногайского района, второе место завоевала команда Адгихабльского. Лучшие команды 9 декабря примут участие в окружном этапе, где будут бороться за выход в финал, который пройдет 24 декабря. Три смелые девушки из Карачаева, Черкесии и столицы Кабардино-Балкарии Нальчика покорили вершину Эльбруса. В интернете этих веселых и бесстрашных девушек окрестили принцессами. Надо сказать, что самая высокая гора Европы не каждому опытному альпинисту покорялась, а тут три девушки. Как признались сами девушки, восхождение заняло в общем 9 часов. Им пришлось преодолеть много препятствий и вопреки холоду, пронизывающему ветру и опасностям им удалось подняться на самый верх. При восхождении девушки подкреплялись горячим чаем и кушали сухофрукты. По словам девушек, они ощутили безмерное счастье, когда добрались до вершины Эльбруса. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И время – главная тема нашей сегодняшней передачи. Время не стоит на месте, развиваются не только люди, но и государство тоже. Точнее даже сказать, государство идет в ногу со временем. Интернет развивается, причем с огромной скоростью. Многую часть информации мы ищем в интернете и многие действия совершаем именно там. Вот и портал Госуслуг именно такой современный и в интернете. Госуслуги – это такой портал, где мы можем найти практически любую важную юридическую информацию. Кроме того, можем прямо там подавать заявки на какие-либо услуги. Например, оформление загранпаспорта, регистрация недвижимости, регистрация брака, предоставление субсидий. А также с помощью этого портала можно оплачивать штрафы или ЖКХ. То есть мы можем совершать многие действия, не выходя из дома, если возникают вопросы, то есть бесплатный телефон, где всегда отвечают. Можно сказать, это и есть то самое электронное правительство, о котором начали говорить и даже не читали много лет назад. Вообще уже давно есть отдельные официальные сайты различных государственных учреждений. Но там их приходится долго искать, пользоваться поисковиками. А когда все они собраны в одном месте, это и есть портал Госуслуг, многое становится удобным и быстро. Кроме того, при оказании услуг вы получаете уведомления на телефон или на электронную почту. И таким образом вы в прямом, грубо сказать, эфире видите, как предлагается и предоставляется вам услуга. Какие еще преимущества имеет портал Госуслуг, нам расскажет заместитель министра промышленности и торговли КЧР Руслан Коваленко. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Мы наговорили так много о том, какой это чудодейственный, чудесный портал, что вот зашел, буквально все там нашел и довольный с него ушел со всеми услугами. Вот действительно ли это все так просто и эффективно работает? Конечно, портал это большое достижение, которое в нашей стране запустили. И в начале пути были вопросы, были проблемы, но на сегодняшний момент это очень комфортное и удобное место для общения гражданина с государством. Получается, этому порталу нет и 10 лет. То есть, по-моему, в 2010 году появился сам сайт. Да, начинали разработки в 2010-2011 году. Сейчас это уже, можно сказать, глобальная вторая версия портала. Если кто помнит, раньше была так называемая синяя версия. Не очень было удобно, собирались отношения граждан и модернизировали портал Министерством цифрового развития. Сейчас достаточно много уже услуг и популярных услуг. И даже в Карачаево-Черкесии в 2018 году, у меня есть статистика, в два раза увеличился спрос на услуги именно с единого портала. Это в Карачаево-Черкесии или по России? В Карачаево-Черкесии. Это в Карачаево-Черкесии. Да. Но вот как вы считаете, это обусловлено чем? Все-таки какими-то выгодными условиями, которые на сайте предлагаются. Мы знаем про скидку за оплачивание штрафов. Или все-таки у людей настолько вот уже нет времени на какие-то вот лишние передвижения и поиск документов, что они просто его экономят таким способом? Скидки и любые другие, назовем так, бонусы, это, конечно, дополнительная мера. Портал, создание портала продиктован движением самого времени. Мы все уже давно ведем двойную жизнь в цифровом виде и в реальном. И государство не может стоять на месте. Мы тоже идем в ногу. И портал одно из таких проявлений. Я могу сказать, что в мире мы сейчас занимаем по этому пункту третье место. По какому пункту? Именно предоставление услуг в цифровом виде. Да вы что? То есть электронное правительство. Многие страны занимаются этим. И Россия, в полной уверенности говорю, что занимает третью позицию в мире. Но это по охвату услуг или по все-таки эффективной? Это проникновение цифры в органы власти, в жизнь общества при общении с государством. То есть это платформы, сервисы, госуслуги. То есть это вот то, что мы называем электронное правительство. Портал госуслуг это часть. Большая, но часть. Насколько в Карачаево-Черкесии вообще востребован портал госуслуг? Понятно, в два раза увеличился. Но это говорит о том, что как минимум тенденция к этому есть. Есть ли какая-то, возможно, статистика, которая говорит, что уже больше пользуется порталом, чем лично ножками с вами переходят в какую-то конкретную организацию? Какая-то такая информация есть? Есть статистика. Например, порядка 30% было граждан старше 14 лет. Напомню, что госуслугами могут воспользоваться граждане именно старше 14 лет. У кого есть паспорт. На текущий момент 63,1% это больше 240 тысяч наших жителей зарегистрированы на портале. Да, есть статистика пользования порталом. На тысячу жителей у нас пользуется более 300 граждан. В общем, треть населения республики у нас уже не переходит. Реально пользуется. И этот показатель, могу сказать, он по СКФО лучший. Да вы что? Да, несмотря на то, что может быть сельская местность. ВД я только хотел сказать. У нас достаточно много возрастных людей. То есть у нас средний уровень жизни достаточно высокий. И при этом иметь 50% людей, которые зарегистрированы, да, это что-то стоит. А? Даже 60. Больше половины. Даже 60, да. И учитывая, что 60% населения живут в сельской местности. Да, совершенно верно. А именно наоборот удобнее, мне кажется. Потому что... Конечно, именно для этих жителей портал наиболее удобен. Потому что есть часть услуг, скажем, которые получить можно только в Черкесске. И просто тратить время драгоценное на дорогу, ну, в современном мире, наверное, неправильно. Ну да, это даже может служить какой-то иллюстрацией. Потому что, чтобы собрать пакет документов, нужно ежедневно порой приезжать в город. Конечно. Какой-то документ забыл или что-то, возвращаясь назад, начиная с начала, это деньги, затраты финансовые и временные. И поэтому портал набирает популярность прям хорошими темпами. Да, все мы знаем некоторые вот проволочки бюрократические, вот бумажную вот эту волокиту. Когда за одной справкой нужно пойти в кабинет, чтобы получить справку на предоставление другой справки. Отстоять очередь. И порой просто невозможно, да, вырваться с работы, получить какую-то услугу. С портала это можно делать круглые сутки, и праздники, и выходные. Тут сразу возникает вопрос именно, не знаю, насколько он по технической или по какой-то другой стороне вот этого портала. Насколько закрытая все-таки конфиденциальная вот эта вот система? То есть не может ли, грубо говоря, другой человек зайти, взломать твой личный кабинет и воспользоваться какой-то услугой от твоего имени? Да, совершенно правильный вопрос. Мы должны четко понимать, что система государственная. И люди, которые отвечают за ее функционирование, это чиновники и несут в том числе, вплоть до уголовной ответственности за сохранность персональных данных жителей, граждан. Мы должны отдавать себе отчет, что безопасность своих данных, она находится в двух плоскостях. Первое, то, что я озвучил, государство, оно охраняется всеми нормами закона. Данные персональные, они обладают портал всеми средствами защиты, которые проверяются контрольно-надзорными органами. Но есть граждане, пара, логин, пароль, который человеку предоставляется при регистрации на портале, это его личный ключ. Законодательно приравнено к его личной подписи. И важно, чтобы люди сами понимали, что эта информация не должна попасть в чужие руки. То есть, если человек безалаберно относится к этим данным или не понимает, насколько это важно, то, конечно, найдутся люди, которые захотели бы этим воспользоваться. Поэтому всех... Слово сказать, не всегда я сам могу в свой личный кабинет зайти на госуслуга. Настолько все засекречено. Я все время забываю о пароле. Какой у меня логин? На пароль какой? Что ж такое? Ты каждая бумажка где-то все записана. Это вот к вопросу об ответствии. Ну, пароли от банковских карт ваши храните, наверное, серьезно. Там все попроще, да. Ну, там не четыре, но... Ну, наверное, да. Мне кажется, что тебе нужно будет после эфира снова зайти на портал и перепроверить, сколько там цифр и какие они. Обязательно. Хорошо, Катерина. Обязательно я воспользуюсь твоим советом и зайду на портал сразу после нашего эфира. Ну, говоря про этот портал, честно, вот я там не зарегистрирована. Как действительно, хотя... Ну, мне, возможно, как бы тут нечего стыдиться, потому что многими услугами я пока... Если ты за живое общение просто... Да, я люблю людей, да. Но, кроме того, просто некоторые услуги мне пока что в жизни нет необходимости в их использовании. Налоговая задолженность. Я думаю, что это все отчисляется. Но дело в том, что, грубо говоря, я вот сегодня мне нужно там зарегистрировать, грубо говоря, там авто или там брак, в конце концов. И мне нужно зарегистрироваться изначально на этом портале. Как мне это сделать? Ну, регистрация проходит, может проходить в трех случаях. То есть простая регистрация, это когда вы можете у себя дома зарегистрироваться, просто ознакомиться, что такое портал, походить по вкладочкам, посмотреть, какие услуги можно получить. Часть услуг простых, посмотреть информацию о задолженность, штрафах и так далее, она будет доступна. Но для получения какой-то серьезной услуги, например, загранпаспорта, вам понадобится подтвержденная учетная запись. То есть мы должны убедиться, что вы живой человек, обязательно должны лично обратиться в одно из многочисленных мест. Я могу сказать, что центров регистрации граждан тоже в этом году мы увеличили на порядок. Сейчас их более 250. Это какой-то специальный, грубо говоря, пункт, куда вы все-таки должны прийти и показаться. И понимая, что это тоже такая, может быть, неудобная мера, но она необходимая, по-другому просто нельзя, мы попытались исходить от человека. То есть мы создаем пункты регистрации там, куда человек и так ходит. То есть приходит он за какой-то услугой ножками, скажем, там пункт регистрации. В каждом МФЦ пункт регистрации. В каждом федеральном органе власти, ПФР, МВД, соц. страх и так далее, там центр регистрации. Школа сейчас глобально открываем в школах, там, где электронный дневник и так далее. То есть там центры регистрации. То есть чтобы человек специально никуда не ходил. Если вы воспользуетесь порталом, приложение будет на смартфоне, либо компьютерная версия, вы увидите перечень именно в Карачао-Черкесии, сколько центров регистрации, где они находятся. Он даже покажет, сколько метров до ближайшего. То есть один раз сходил все-таки, и потом уже ходить никуда и не надо. Сколько времени в среднем занимает регистрация на портале? Две-три минуты. Две-три минуты на сайте? Нет. Ты приходишь и все? Да, для этого просто нужно иметь нужные документы, это паспорт и снилс. Ну вот это такой базовый, мне кажется, набор документов, которые большинство людей по мере необходимости на работе вообще всегда присутствуют. Причем недавно мы подключились к сервису пенсионного фонда, теперь снилс мы теперь можем и запросить. А, даже так, можно просто с паспортом, да? Да. Еще вот с паспортной визовой службой и все, и можно просто прийти и показаться. Сдать ДНК, чтобы подтвердили, что это ты и все. Ну это в ближайшем будущем, я думаю, уже скоро всем нам грозит. Нет, есть пилотный проект, в нем участвуют два банка, это Сбербанк и Тинькофф, где сейчас идет апробация системы дистанционного, так сказать, подтверждения учетной записи, используя, если вы являетесь клиентом этого банка, то есть банк выступает гарантом, что вы реальный человек. То есть, если видели приложение Сбербанк и Тинькофф появились, такие ссылочки на госуслуги. То есть, учитывая то, что в банке нам уже требуются какие-то документы, это вот по вот этой системе. Да, учитывая, что банки точно знают, кто вы, зачем и почему. У банка подробное количество информации. А потом, в принципе, можно его убрать. То есть, возможно, будет уже глобально в скором будущем вариант дистанционного идентификации человека, и он не будет никуда ходить, предъявлять свою личность очно. Действительно, вот сейчас мы, конечно, говорим в основном о портале госуслуг, но все вот темы, которые мы затрагиваем по мере этого, показывают нам, что нам просто все упрощается. Мы рано или поздно получаем зарплатную карту, на которую нам приходит зарплата практически во всех учреждениях. Это уже внедрено так активно. И получается, с этой же картой мы получаем доступ к порталу в будущем. Да. Доступ к порталу, кстати, это в итоге целевая, так сказать, модель. Это ключ ко всему госаппарату. То есть, не нужно будет отдельно в налоговой что-то регистрироваться в личном кабинете. Это уже как бы работает, но это будет глобальным. То есть, пара, логин, пароль ваш от портала – это ваша подпись к любому чиновнику, к любому органу власти на территории России. Ну вот, во время нашей первой части беседы мы, конечно, уже поняли, что госуслуги и портал могут сопровождать человека от рождения и до самого конца, потому что там и регистрация, и устройство ребенка в садик, и регистрация брака, и дальше, дальше, дальше. Ну вот, все-таки в течение нашего разговора хочется иллюстрировать, как получить ту или иную услугу. И сейчас вашему вниманию, вниманию наших телезрителей, мы предлагаем сюжет о, пожалуй, самой популярной услуге на сайте госуслуг. Это оплата штрафов и различные услуги по линии ГИБДД. Давайте посмотрим этот сюжет и узнаем, как получить ту или иную услугу. Расул Джамбаев недавно приобрел автомобиль. И когда встал в вопрос об оформлении машины, не захотел долго возиться с документами, и вместо того, чтобы стоять в очереди, решил воспользоваться порталом госуслуг. Там все оказалось легко и просто, и через пару недель документы были уже у Расула на руках. Я до этого видел в телевизоре, что можно оформить машину через услугу, через интернет оформить. И как купил машину, воспользовался госуслугами. И очень, ну, понравилось, очень быстро можно оформить. И приехал вот в РЭО и оформил где-то, ну, максимум час, наверное. Сейчас порталом госуслуг активно пользуется значительная часть жителей Карачаева-Черкесии. И это неудивительно, ведь куда проще оплатить, к примеру, свои штрафы, не выходя из дома, чем стоять в очереди в отделении ГИБДД. РЭО ГИБДД МВД по Карачаевой Черкесской Республике оказывает гражданам государственные услуги по проведению различных регистрационных действий с автоматранспортными средствами, приема экзаменов, выдачи и обмена водительских удостоверений, которые можно получить и через ресурс единого портала госуслуг. Основные преимущества предварительной записи по госпорталу – это выбор удобного для вас времени и даты получения госуслуги, получение скидки в размере 30% от суммы госпошлины. И еще информация на заметку автолюбителям. Оплатить через портал госуслуг не просто удобно, но и выгодно. В этом случае размер пошлины и штрафа будет значительно меньше. Сотрудники МРЭО ГИБДД МВД по Карачаевой Черкесской Республике оказывают содействие по регистрации и подтверждению учетных данных на портале гражданам и завершен желание подать заявление с использованием ресурса единого портала госуслуг на проведение регистрационных данных с транспортными средствами или получение замену водительского удостоверения. Кстати, на портале госуслуг вы сможете не только заплатить штраф и оформить автомобиль, но и оформить загранпаспорт и множество других документов. Полный список всех услуг вы можете узнать на сайте. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И я напоминаю, что тема сегодняшней передачи – портал госуслуг. И у нас в гостях Руслан Коваленко, замминистра промышленности и торговли Карачаевой Черкесии. Руслан, ну вот мы посмотрели о том, как воспользоваться одной услугой. И вот во время сюжета мы обсуждали возможность использования приложения портала госуслуги. Вот расскажите немного об этом приложении, насколько оно упрощает и без того уж и казалось бы простую жизнь пользователя портала. И какие, может быть, преобразования переживает вот это вот приложение за годы использования? Да, приложение существует, оно доступно всем пользователям, как мобильных устройств на iOS, так и на Android. Абсолютно бесплатно скачивается с соответствующих магазинов онлайн. Приложение, несмотря на то, что давно существует, оно относительно недавно стало подстраиваться под нужды пользователей. То есть есть статистика, что более 70%, наверное, процентов граждан все-таки общаются через мобильные гаджеты, телефоны, смартфоны, планшеты. То есть компьютер потихоньку становится менее популярным, уходит, так сказать, в какие-то специализированные задачи. Ну да. Поэтому именно сейчас каждая услуга, которая выводится на портал, она моделируется с учетом удобства ее использования именно в мобильной версии. То есть, ну сталкивались, наверное, очень часто бывает сайт хороший, мобильная версия, но неудобно пользоваться. Да, и сейчас все чаще и чаще наоборот становится. Да, вот Министерство цифрового развития сейчас не выводит услугу без учета ее, так сказать, удобства использования в мобильной версии. Поэтому активно призываю все-таки скачать их, у кого еще нет этого приложения, и прям воочию оценить удобство. Может, вы говорили, что стало проще входить в само приложение? Да, как, скажем, Сбербанк онлайн, то есть, можно ввести четырехзначный пин-код и не обязательно постоянно вводить какой-то сложный пароль при каждом входе. Просто это так огорчает, когда тебе такой восьмизначный пароль, тебе нужно его ввести, такой, что же там было до меня. Мы тоже это делаем, и, может быть, не так быстро, как это делают коммерческие организации в силу специфики вообще устройства, органов власти. Ну, как минимум, пользователей побольше, чем у любого коммерческого приложения, потому что это миллионы и миллионы пользователей. Если только в Карачаево-Черкесии у нас, получается, вы говорили, 30% населения пользуются порталом. 60% активного, мы считали, из 1000 человек, 300 человек пользуются. Больше 300 человек на 1000 жителей, да. Ну да, я поэтому так прикинул, 30%, я поэтому, вы уж простите меня. Вот, поэтому, ну, естественно, что хотелось бы, чтобы такие вещи тоже были максимально удобными. Но во время подготовки, вот когда мы с вами еще разговаривали, вы сразу разграничили, что есть некоторые услуги федеральные, а есть все-таки те, которые предоставляет непосредственно регион. Вот, расскажите, пожалуйста, вот насколько эти услуги сложно вот внедрять в эту систему, потому что, ну, все равно, когда федеральные услуги это занимается определенное министерство, у которого там есть специальный такой штат людей, да, которые это все внедряют. А вот все-таки какие-то отдельные специфические для региона услуги, как вот у нас внедряются и что это за услуги, собственно? Ну, те услуги, которые у нас уже есть на портале и пользуются спросом, это, конечно, запись в детский садик, услуги ЗАГС основные мы вывели именно на единый портал. Буквально недавно заработала с единого портала, очень популярная во всей России услуга, это запись на прием к врачу. Она у нас существовала, но существовала на отдельном медицинском портале, многие просто не знают, где он и как его найти. И теперь можете зайти, оценить удобство, эта работа лично перепроверил дважды. И как, успешно, но вот все-таки действительно работает? Работает. А там нужна пресловутая карточка, чтобы, или как, что там требуют они? Полис, вот, полис нужно, чтобы записаться? При обращении полис требуется, то есть цифровая услуга не отменяет пока... С собой в любом случае. Некий пакет документов, которые лучше брать с собой. Конечно, мы постепенно движемся к отмене бумажных носителей, но процесс он сложен. С технической точки зрения это просто сделать, а вот нормативная, это серьезная работа, над которой сейчас трудится много министерств федеральных. Максимально упростить, прежде чем оцифровывать. Когда же можно будет фотографии выкладывать, лайки, комментировать? Мне кажется, все движется примерно в этом направлении. Что это будет максимально такой инструмент взаимодействия не только государственного, но и человек-человек. Мне кажется, тоже как-то есть вообще движение в этом направлении? То есть зачастую же люди подписывают договоры купли-продажи, как-то их оформляют. Может быть, в этом направлении тоже какая-то работа ведется? Или пока еще рановато об этом думать? Мы слышали про национальные проекты. Это последний указ нашего президента. Ну так. Который реализуется посредством нацпроектов. И один из национальных проектов это цифровая экономика. И то, что вы озвучили, как раз ровно написано в этом документе, что государство будет именно так развиваться. То есть все вот эти вот взаимодействия юридически, человек-человек, то есть без участия государства тоже будет? Все формы взаимодействия. Человек-государство, государство-государство внутри себя, обмен любыми сведениями, которые хранит разные ведомства. Организация-государство, организация-организация. В том числе заключение юридически значимых сделок в цифровом формате. Ну, говоря вот об общении и говоря о том, как налажена эта связь, конечно, хочется сразу затронуть вот эту возможность портала общения человека с государством посредством каких-то... Ну, вы знаете, человек, он всегда чем-то все равно будет недоволен. Рано или поздно какое-нибудь незапланированное явление произойдет, и в том числе портал госуслуги не является исключением, насколько я понимаю. Бывают случаи, когда человеку нужно что-то пояснить или нужно... не так ему оказали ту или иную услугу. Вот куда ему обращаться? Спрашиваешь, с кем можно поругаться в случае чего? Ну, в принципе, да. Простое человеческое поскандалить. Да, или это тоже уже все можно. Или тоже все в электронном виде. Ну, на то он и портал госуслуг цифровой, что и эти возможности реализованы. То есть есть как минимум два вида интерактива с гражданами. То есть первое — это кнопка досудебного обжалования. Очень такое устрашающее название для кнопки. Да, то есть не нужно искать, кому и на что пожаловаться. То есть вы получали услуги, что-то не получилось, вы, нажав на эту кнопку, оставляете информацию, что за проблема. И вас сами найдут, да? Обязательно. Эта информация попадает в органы власти, которые оказывают эту услугу. Она попадает в курирующий орган ИКТ, в данном случае в нашем, это Минпром, да. ИКТ — это информационная, телекоммуникационная инфраструктура. И мало того, что еще и видит это все прокуратура. То есть все это в цифровом, в онлайн-режиме. То есть каждое такое обращение обязательно обрабатывается без бюрократических каких-то проволочек, писем там, за подписью кого-либо. Пока там почта. А просто тихонечко прокуратура выясняет, кто виноват и что делать? Нет, прокуратура может выяснить, если она увидит там какие-то нарушения закона. Я не думаю, что на силе она реагирует, да? Ну, мы же должны понимать, есть какие-то небольшие проблемы временные. Бывает, что человек просто не разобрался, ему дается пояснение, и он говорит хорошо. Но в любом случае вот такие все инциденты закрывает человек. То есть если человек скажет, нет, вы не решили мою проблему, он будет открыт до тех пор, пока мы его не решим. Это прекрасно на самом деле. Мне кажется, что как раз таки, несмотря на то, что с одной стороны лишается вот этот момент взаимодействия человек-человек, ну, ты не можешь подавить на жалость, да? С другой стороны, ты можешь рассчитывать на какую-то беспристрастность, да? То есть твое обращение в любом случае рассмотрят и в любом случае на него как-то ответят. Ну, вот вы обязаны, да? Есть конкретный пример, да. Недавно было обращение по поводу, не могла девушка в детский садик оформить ребенка. То есть она с портала это пробовала делать. Она оставила инцидент. Этот инцидент, он в Минцифре был зафиксирован. Он пришел к нам, мы тоже подключены к конституционному центру, где это все аккумулируется. Эта информация пришла ко мне, я лично беседовал и с человеком, и с органом власти в мэрии, что за проблемы. То есть мы решили все вопросы, то есть выложили ответ, и после этого Министерство цифрового развития закрыло этот инцидент. То есть система работает реально. Ребенка в итоге зарегистрировали? А ребенок еще у нее маленький, просто не было понятно, он стал в очередь, этот ребенок поставлен был в очередь или нет. То есть нашли эту электронную запись, подтвердили, что он стоит в очереди, устранили те проблемы, которые привели к этой ситуации, и с человеком связались лично. Ну вот, конкретный пример, как решилась, ну мне кажется, это одна из самых актуальных тоже тем для, особенно, молодых мам, которым не хочется лишний раз выходить из дома, потом и оставлять ребенка, и в принципе. Ну да, такие вопросы, тем более. Яркий пример. Тем более ты зачастую просто не понимаешь, куда тебе обращаться. Конечно, это проблема. Понимаешь, что тебе делается, когда у тебя прямо здесь кнопочка есть, сообщить о проблеме. Да, то есть это досудебное жалование при оказании конкретной услуги, если проблема не связана в принципе с конкретной услугой, а с какой-то ситуацией, которая на портале человек, на которую жалуется, он может просто техподдержку оставить. Любое сообщение, оно обязательно будет рассмотрено. Ну вот среди также популярных у нас в регионе услуг есть еще одна, которая, учитывая то, что у нас 60% жителей все-таки живут на селе, да, другие 60% и все-таки занимаются каким-либо хозяйством, очень важная услуга, которая появилась на портале, это регистрация собственного КФХ. И вот сейчас нашим телезрителям, которые только, может быть, задумались или уже давно планируют этим заняться, сейчас мы предоставим сюжет, где будет все подробно изложено, как зарегистрировать, какие документы для этого нужны и как быстро это будет происходить. Внимание на экран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как зарегистрировать свое крестьянско-фермерское хозяйство без бумажной волокиты? Сегодня этот вопрос волнует многих сельских жителей, которые задумываются о разведении крупнорогатого скота или выращивании сельскохозяйственных культур. Но у большинства нет времени, чтобы собрать и оформить все необходимые для этого документы, ведь жизнь на селе не знает выходных. Хотя на самом деле для регистрации КФХ не требуется каких-то особых знаний и умений, если, конечно, делать это через единый портал государственных услуг, которые полностью исключают бумажную волокиту. Что касается именно этой услуги, она начала в 2018 году становиться более востребованной. И если в 2016 году у нас всего 260 юрлиц было зарегистрировано в электронном виде, в 2017 году 368, то за период 2018 года еще не окончено уже 365 юридических лиц в электронном виде на государственную регистрацию те или иные данные передавали. Но дистанционная регистрация КФХ не единственное преимущество портала госуслуг. На нем еще действует и 30-процентная скидка при оплате госпошлины. Вместо 800 рублей вы заплатите 560. И еще, вся электронная процедура занимает не более трех рабочих дней против обычных семей. Единственное, что необходимо сделать заявителю, это забрать потом свое свидетельство о регистрации и отнести в Министерство сельского хозяйства. Для включения в реестр сельхозтоваропроизводителей. Для включения в сельхозтоваропроизводителей необходимо, чтобы сам глава КФХ зарегистрировал свое крестьянско-фермерское хозяйство. Налоговому органу принес соответствующие документы регистрационные и написал заявление для того, чтобы мы его включили в реестр сельхозтоваропроизводителей Министерства сельского хозяйства. Стоит отметить, что портал Госуслуг также собрал воедино информацию о разных сторонах работы в КФХ, которая поможет определиться с решением тем, кто пока сомневается, стоит ли ему начинать этот бизнес. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи – портал Госуслуг. И у нас в гостях заместитель министра промышленности и торговли Карачаева Черкесской Республики Руслан Коваленко. Руслан, у меня, знаете, такой вопрос. Вы говорите о том, что те услуги, которые вы перечисляете, они такое ощущение, что затрагивают вообще все сферы жизни. Какое количество услуг есть еще в ближайших планах? Есть ли они, которые должны будут вынесены на портал и в ближайшее время, может быть, будут доступны для граждан? Да, конечно, сейчас на стадии завершения еще находятся шесть региональных услуг мы будем выводить. Сейчас пока не буду их озвучивать. Завершим работу и обязательно поделимся информацией. Именно в удобном виде, так называемая концентраторная технология, когда человеку не нужно искать орган власти за услугой, ему достаточно найти ее название, и она по всей России одинаково заполняется, одинаково оказывается. Я уже сказал, что уже получилось вывести запись на прием к врачу. И дальше самое интересное, то есть государство не идет по пути наращивания услуг. В планах, глобальных планах развития вообще в стране суперсервисы, понятие такое, которое привязано к жизненной ситуации. Мы, когда начали задумываться о том, что такое услуга, мы поняли, что путь, он в итоге, ну, конечный. Да, есть какая-то услуга, есть регламент, а цифровали, оказываем в цифровом виде. Нет, мы говорим о том, что у человека есть какая-то проблема. Какая-то услуга, ему даже знать не обязательно, он не обязан этого знать. Услуга — это не услуга, у него есть проблема, жизненная траектория, с которой он обращается в государстве. Вот в ближайшие годы, до 2024 года, планируется создать около 25 таких суперсервисов. Среди них, например, такое, как рождение ребенка. То есть мы не говорим про какой-то материнский капитал, отдельную услугу, мы не говорим про запись на прием к врачу, мы говорим, что у человека событие, которое возникает в момент, что девушка беременна, и заканчивается там, где ребенком все хорошо, там все прививочки сделаны. Когда ребенок сам получил паспорт и зарегистрировался на портале. Дальше можно далеко рассуждать, но сам принцип подхода, что мы ориентируемся теперь на человека с конкретной жизненной ситуацией. И услуги, оказывается, введено такое понятие проактивно. То есть человек не должен искать информацию, что ему положено, может, какие-то льготы, куда ему идти, как эта услуга называется. То есть государство планирует в рамках таких суперсервисов человеку присылать информацию, что он может получить такую-то льготу. То он может обратиться туда-то, чтобы оформить некие документы. То есть, грубо говоря, человек сразу видит какой-то каталог услуг, которые предоставляются в связи с вот этим событием? То есть, родила девушка, и у нее статус на портале «мама», и сразу вы можете получать... Совершенно верно. Да или как? Даже больше. То есть, не обязательно ей даже не так. Сменила статус соцсетевого. Не перечень разных госуслуг, а услуги самостоятельно уже начинают оказываться, потому что... Применяться по факту изменения статуса. По факту статуса, да. Мы все понимаем, что если система видит, что это второй ребенок, наверное, ей нужен материнский капитал оформить. Она в любом случае за ним придет. Но мы не будем просить человека идти куда-то или просто говорить ему, что она может прийти туда-то получить. Мы должны оформить ей материнский капитал без заявления. То есть, заявление, все, она уже рождение ребенка. Такой билетни вообще не будет, я так понимаю. То есть, оно само будет, вот просто применилось и все, раз, тебе оп, можешь и потратить. И штраф оплатился. И штраф сам оплатился. А штрафы уже сами оплачиваются. Нет, есть вещи все-таки, когда без человека нельзя, да, и мы понимаем, что это ограничение законодательное, которое не все мы можем убрать. Но уходить от бумажного носителя, это тоже целевая модель. Когда планируется вот это вот, потому что, ну, звучит как минимум, это прям прекрасно. Когда ты автоматически получаешь все необходимые тебе льготы, все необходимые тебе выплаты и так далее, просто по факту того, что ты зарегистрирован на портале. Когда это будет реализовано и, ну, может быть… Начнется реализация с 19-го года по 24-й. Вот принята такая программа, она с проекта, о которой я уже говорил. В рамках которых в том числе и суперсервисы будут развиваться, если вы слышали, достаточно серьезные деньги выделены именно на наш проект «Цифровая экономика». То есть я уверен, что мы сможем реализовать то, что я озвучил. Ну, получается, действительно, мы уже то, о чем мы говорили и мечтали там 10 лет назад, там, электронное правительство, суперсервисы, уже даже понятия вводят. Какие-то граничащие с какими-то фантазиями. С фантазиями. Действительно ли вот есть там какие-то даже, ну, вот, вопросники и ответники, собственно, к ним? Это действительно есть. Это, да, вот вторая версия портала. Мы, когда анализировали ситуацию, я сам, то есть лично при заполнении сталкивался, а вдруг что-то я не понимаю, может быть не так. И понять, разобраться, приходилось уходить с портала, искать какую-то информацию, возвращаться обратно. Здесь мы опять делаем все, чтобы человек получал и информацию, и услуги в одном месте. То есть это тоже принцип работы портала, сделать доступной компактную информацию, чтобы человеку не читать огромное число, да, там, какой-то литературы. То есть конкретно, что ему нужно, часто задаваем вопросы, наверное, не уникальная ситуация, да, обычно многие люди столкнулись уже с этим, поэтому все это реализуется прямо на портале. Ну, вот все-таки есть ли у нас в регионе там топ-3 или топ-5 услуг, которые пользуются наибольшей популярностью? Понятное дело, что штрафы и услуги по линейке БТД, мне кажется, они вообще первое место занимают. Какие вот еще услуги? Да, МВД услуги, они на самом деле сейчас в топе находятся, не только штрафы, это и регистрация управления транспортным средством, и оформление загранпаспорта, так как он недешев, да, к сожалению, на сегодняшний день, и скидка делает свое дело. Да, большинство людей старается получать его в электронной форме. То есть, а вот... Услуги МВД, да, они находятся вот на верхних строчках. Ну, вот, кстати, по поводу МВД, на самом деле, прям действительно очень удобно. Ты, если хочешь поставить автомобиль на учет, и ты приезжаешь просто, тебе нужно отставить очередь, а если ты зарегистрируешься на портале, у тебя есть время, и ты к этому времени спокойнее, сколько бы там ни было людей, ты спокойнее. Я всегда озвучиваю ситуацию одну, многим, да, в бюджетной сфере особенно, люди иногда требуют справку об отсутствии судимости. Ну, услуга сама по себе долгая, потому что можно себе представить, что человек приходит куда-то, оставляет свои данные, его начинает по всей России пробивать, да, по всем базам, пока эта информация соберется, и в итоге, чтобы заветно получить, что не судим, проходит достаточно много времени. Так вот, что делает портал? Человек, оставляя электронное заявление, портал автоматически делает рассылку на проверку. То есть, и она оказывается буквально за несколько дней в электронном виде. То есть, даже когда тебе не нужна портала, потому что технология, как технология влияет, да, на удобство, на скорость. То есть, такой хороший пример. Вы знаете, мы с вами сегодня говорим очень, ну, несколько раз затрагивали тему села, того, что люди села, да, им проще, им удобнее. Но зачастую, там, люди села, это люди, которые далеки от техники и далеки от современных технологий. То есть, что там далеко ходить, если честно, я не всегда разбираюсь с порталом, когда мне нужны какие-то услуги там. Я не всегда с первого раза разбираюсь, нужно немножечко посетить, потому что, ну, ты не пользуешься им на каждодневной основе. Вот, а есть какие-нибудь у вас, может быть, я не знаю, как проходит работа с теми людьми, которые, ну, плохо разбираются. Есть куда обратиться, если вдруг что-то непонятно? Конечно, здесь комплексная работа на самом деле. Мы с коллегами других министерств, вот, в частности, с Министерством труда и соцразвития, они ведут совместно с нами работу, такие акции по обучению людей старшего поколения компьютерной грамотности. Я думаю, у вас были такие сюжеты. Да, 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 конечно. Вот. И остается один из наиболее эффективных вариантов МФЦ. В каждом МФЦ есть компьютер с настроенным порталом. В каждом МФЦ есть человек, который поможет разобраться, зарегистрировать, тут же зарегистрировать, если человек не зарегистрирован, и прямо в МФЦ попробовать, да, какие-то уже услуги получить. То есть... То есть и помощь есть где найти. Конечно. Ну, вот, мы очень много говорим о популярных услугах, но есть все-таки услуги, которые такие специализированные, и которые созданы специально для определенного человека. И вот хочется сейчас показать сюжет об одном, об одной из таких услуг, которые точно пригодятся в сезон охоты, который вот уже начался. Внимание на экран. Ахмед Шагошев – охотник со стажем. Ну, когда пришло время получать новый охотничий билет, решил это сделать новым для себя способом – через портал Госуслуг. Ведь это намного быстрее, даже выходить из дома не надо, нужен лишь компьютер и интернет. Копию паспорта, три фотографии, заявление написал, пожалуйста, отдали мне в течение 10 минут, получили билет. Для получения охотничьего билета без посещения управления необходимо заполнить форму и предоставить несколько документов. Через месяц вы обладатель нового охотничьего билета, который можно получить также в электронном виде. Охотничий билет можно получить переди личного управления, в любом МФЦ республики, также через интернет, через электронную почту, либо через портал Государственной услуги. Для получения охотничьего билета необходимо предоставить следующие документы. Это копия паспорта, две фотографии 3х4 и заявление. Охотничий билет выдается бессрочно, бесплатно и действует по всей территории Российской Федерации. Если говорить, насколько активно жители нашей республики пользуются порталом Госуслуг, то лишь в этом году в управление Росгвардии по КЧР было направлено 7,5 тысяч заявлений на приобретение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и удостоверений частного охранника и подавляющее большинство в электронном виде. В рассмотрении данного заявления отведен месяц по закону, но при подаче через портал Госуслуг, естественно, оно решается как-то чуть сроки покороче получается. И, естественно, там предусмотрена скидка. Госпошлина лицензии на сегодняшний день 2 тысячи рублей, разрешение 500 рублей, но при подаче заявления, я повторюсь, что через портал оно предусматривается скидка. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи – портал государственных услуг и то, как он активно развивается в нашей республике и в нашей стране в последнее время. И у нас в гостях заместитель министра промышленности и торговли Карачаева Черкесской Республики, Руслан Коваленко. Руслан, ну вот у нас, правда, скажу, еще и много-много сюжетов, которые мы снимали по тем или иным услугам. И хочется все-таки понять, есть ли целевая аудитория вот этого портала, или все-таки этот портал действительно для всех. Когда вот изначально он создавался, была ли какая-то целевая аудитория, как у любого там сайта или чего-то? Или это такой действительно тот сайт, который универсален? Конечно, целевая аудитория непосредственно коррелирует вообще с аудиторией, которая спокойно общается с помощью интернета, гаджетов, компьютеров. Конечно, эти люди, молодежь, они быстрее всего адаптируются, они быстрее всего понимают, как это удобно. Но при этом мы должны понимать, и мы понимаем, что мы должны сделать максимально комфортным для любого гражданина способ получения услуги в цифровом виде. Поэтому, еще раз повторюсь, одно из направлений, в котором мы будем работать усиленно, это идти от граждан, от потребителей. То есть мы, по сути, если так грубо выразиться, мы будем спрашивать, вот, а вам как удобно, вот чтобы это выглядело? То есть, грубо говоря, книга, жалобы, предложений, да? Да, такой интерактив с целевой аудиторией, то есть разных категорий. Любые сервисы, которые будут новыми, которые будут модернизированы, старые, если потребуется, они будут исходить из этой концепции, идти от заявителя. Скажите, а сами министерства, сами государственные организации, с которыми взаимодействие проходит, они тоже через портал взаимодействуют между собой? Или это уже, все-таки, больше инструмент государства-человек? Да, это подсистема электронного правительства, так называемая СМЭФ, система международного взаимодействия. То есть это одна часть чего-то большего? Это да, часть именно инфраструктуры электронного правительства. Если мы говорим портал, то это точка входа за госуслугами, за получением каких-то благ от государства. То СМЭФ – это подсистема, которая позволяет в электронном виде обмениваться юридически значимыми сведениями, которые мы уже не требуем от заявителей. У нас, например, в министерстве несколько услуг оказывается. Мы уже несколько лет забыли, что такое послать человека в налоговую за какой-то там справкой о том, что он действительно там ИП. Что тоже гораздо упрощает жизнь и работников министерства в том числе. Потому что всегда есть такие моменты, когда нужны люди конкретно на месте всегда. Мне кажется, ты знаешь, так же радовались, когда телефоны обычные проводные стали повсеместными, все такие, о, больше не нужно двигать, можно просто позвонить. Больше не нужно гонца в другую страну посылать. Это было уже как с автомобилями тогда уже, радовались, чуть раньше все произошло. Ну, говоря о развитии вообще технологий, я догадываюсь, что есть какие-то услуги, которые как появляются, так и уходятся за ненадобностью. Бывают ли такие случаи или все-таки это появилась услуга, и вот даже если ей будет пользоваться один человек, она там будет висеть? Ну, законодательство есть. Если одному человеку понадобится раз в 10 лет, эта услуга будет существовать. Будет ли она в электронной форме, это вопрос целесообразности, да, ну, какой-то разумной целесообразности все-таки содержать, развивать и внедрять в систему. Это стоит денег. Поэтому все будет зависеть от конкретной ситуации, так в общем сказать очень сложно. Но в любом случае еще одна деталь – это модернизация процессов. То есть каждая услуга будет расщепляться до атома для понимания, а все ли процессы там нужны. То есть и адаптироваться, сокращаться, упрощаться и только затем переводиться в электронную форму. Руслан, ну вот за нашим разговором вот так вот уже эфиры подходят к концу. Ну, напоследок хотелось бы, чтобы вы все-таки обратились к жителям, которые еще не пользуются порталом, и вот назвали там три причины того, почему все-таки следует зарегистрироваться. Я боюсь, так сказать, что жители скажут, что я предвзят, но я буду не агитировать шаблонными фразами, какими-то рекламными лозунгами. Я буду говорить, что как я пользовался порталом, то есть у меня нет проблем с ни с какими задолженностями. Я знаю, что я могу в течение пяти секунд решить все свои вопросы по расчетам с государством. Я, у меня родился недавно сын. С чем мы вас поздравляем? Поздравляем вас. Получил и свидетельство о рождении подал, и другие побочные услуги я полностью воспользовался порталом. Причем я не боюсь, я внес все свои данные в личный кабинет. Мне приходилось дважды кликнуть мышкой, не заполняя в принципе ничего. То есть я прошел перепись населения в электронной форме. То есть все. У меня ритм жизни достаточно интенсивный, работы всегда много, свободного времени мало. И когда на весь хочется проводить со своей семьей. Портал мне лично помогает больше времени уделять своей семье, нежели хождением, беганием с документами. Поэтому призываю тем, кто еще не воспользовался, все-таки это сделать и попробовать на себе оценить достоинство портала. Да, подтверждаю. Действительно очень удобно, особенно ГАИ, вот прям стопудово. ГАИ, кстати, там же срок 50% ограничен. И вот на портал он всегда приходит до того момента, когда можно оплатить со скидкой. Спасибо вам большое за такой разговор. Действительно, что вы стали лучше рекламного любого лозунга, личным примером того, как он удобен. Ну а с нашими телезрителями мы прощаемся ненадолго. Увидимся уже завтра в 15.00 на телеканале Архиз 24. Всего доброго и хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин